сегодня мы покажем как делаются размеры в машине снимаются если у вас нету размеров то есть если вы не нашли в интернете а геометрию кузова нужно проверить то есть вы не знаете какая номинальная длина должна быть у машины да то есть размеров у вас нету но кузов вам надо проверить правильно у вас геометрия или неправильно для этого нужно найти контрольные точки контрольными точками можно считать те точки которые у нас идут базовые и они то есть не должны быть повреждены то есть в данном случае у нас не поврежден зад автомобиля то есть и крышу как бы мы уже выставили да по размерам стаканы мы промерили у нас все хорошо стоит но нижний лонжерон мы немножко подтягивали да то есть крепление двигателя мы немножко ставили на место и поэтому все здесь взаимосвязано и может в какой-то части уйти за этим надо следить внимательно подтянули пробили выровняли посмотрели другие точки чтобы у вас не ушли ну а как найти базовые точки об этом вам расскажет сегодня дядя то ли дядя то ли как найти базе работ и вот правильно только дядя то ли мы здесь уже померили мы будем мерить не ну то есть да дядя то ли правильно сказал давайте мы начнем с крыши то есть нам надо промерить геометрию морды правильно ли она у нас стоит для чего дядя то ли у нас идет на одну сторону будет точку от которому ему от которой ему будет легче то есть чтобы найти вот эту базовую точку вот он допустим прислоняет кузову то любери руку прислоняет кузову и ориентиром его будет вот эта полоска то есть напротив его доставка чтобы на той стороне он мог ее поставить идентично то есть также и проверяем а я уже беру с другой стороны и мы как бы располагаемся по диагонали меряется по диагонали то есть если дядя то ли с одной стороны то я с другой стороны и меряем размер вот у нас два 213 до до этой точки то есть вот эту длину одну мы померяем померили меряем другую сторону руку ни в коем случае не меняем если дядя то ли мерил с тех точек то он же и продолжает мерить тех же точек потому что если я пойду на эту точку я могу поставить не так как он да потому что он знает как надо ставить ну и смотрим так и тут у нас тоже 213 то есть ромб у нас ровный соотношение сторон одинаковое если бы у нас одна сторона была короче другая длинче мысленно рисуете квадрат уменьшаете сторону да и вы будете видеть в какую сторону у вас повело морда морду и в какую сторону вести в данном случае у нас все ровно несмотря на то что мы там подтянули но там не столько много тянули то есть теперь мы вымеряем нижние точки дядя толя погружается в яму погружается в яму дядя толя да стой ты сейчас голову разобьешь так недалеко уже спрыгнул давай шевели задницы после мебели вот так трудовые будни начались ты далеко пошел далеко не надо то ли двигать туда назад на точки так и ищем заводские точки так вот так нет так смотрим основные заводские точки у нас будут вот здесь вот этот болт да и этот же болт вот здесь вот он у нас имеется здесь это будет как бы нормальная заводская точка вот дядя толя сразу сделал ошибку говорит давай померяем стихо вот отсюда вот эта часть идет через подушки а в каком состоянии подушка разбито она или нет то есть мы не знаем да поэтому через эту точку нам мерить не стоит но чтобы не лезть до этого болта вот у нас есть точка тоже да то есть до нее нам долезть будет удобно то есть меряем от нее и здесь на этой стороне у нас идентичная точка то есть этих точек мы и будем мерить диагонали также как мы меряем наверху берем отсюда и на противоположную сторону нас интересует балка вот это крепление то есть и меряем до этого расстояния так только понял да там ночью мире так немножко будет трястись камера так смотрим чтобы у нас вот так вот нигде не перегибалась поэтому перекидываем я открою все правильно держи от края там неважно как ты будешь держать главное чтобы всегда одинаково так только у нас что-то перекрутилось это так и меряем вот до этой точки ну грубо говоря вот 244 меняем позиции на противоположную сторону нашел так давай натяжку и даже перекину 244 стороны на 1 личный это очень хорошим ознакомо это или молодец возьми пирожок с полки у меня пакетики все здесь здесь ничего да так ну вот в принципе геометрию кузова геометрию кузова мы проверили то есть если все контрольные точки у вас сходятся значит можно собирать машину то есть одевать крылья одевать капот и там уже если какая-то у вас небольшая нестрастуха значит это не из-за кузова то есть кузов у вас правильно значит мы уже пляшем самими крыльями потому что там тоже есть свои регулировки и капотом то есть если что-то не подходит уже мерите капоты бывает что капот не сходится по размеру да или крыло то есть как бы вы ни старались и многие думают на кузов сразу вот у меня что-то не дотянуто что-то перетянуто многие думают на кузов за голову хватаются а на самом деле это хреновая запчасть поэтому что мы делаем мы берем размеры с вашей запчасти находим такую же машину и меряем даже капот по диагоналям до крылья там какие-то точки меряем и находим такую же машину либо у друга либо где-то в городе и снимаем размеры и проверяем одинаковые или нет у вас размеры с вашими запчастями то есть тогда вы уже узнаете если запчасти неровные начинаю просто поменять запчасти или как-то ее исправить ну вот в принципе то и все такой небольшой урок хотели сделать с дядей то ли урока так что дядя то ли решил тоже привете передать сегодня так коротенько хотелось бы еще напомнить с 20 по с 20 ноября по 15 декабря будет учеба это школу автомобиля школа дядя олежи при компании sky motors условия есть на страничке вконтакте номер который вы видите можно по нему звонить для справок убедительная просьба звонить с 10 часов утра до 7 вечера по московскому времени большой разлет у нас потому что люди из америки вот едет человек тоже учиться большой нас разлет по времени и люди по своему времени звонят и получается что звонят глубокой ночью андрею так что убедительная просьба как бы промежуток большой то есть можно выбрать это будет у вас утро или поздний вечер с 10 утра до 19 вечера по московскому именно по московскому времени обращайтесь по этому телефону записывать на курсы торопитесь потому что не ждали что так активно будет народ подписываться на уроки все вопросы можно решить там еще был такой вопрос а можно ли без жилья прийти на уроки да почему бы нет то есть стоимость жилья вам вернется то есть стоимость жилья идет около 400 тысяч в день о 400 рублей стоимость жилья где-то четыре с половиной тысячи какой восемь с половиной тысяч короче эта сумма вам вернется то есть обучение вам обойдется всего 42 тысячи с половиной да еще были вопросы интересные а можно ли приехать с женой или там с подругой да не вопрос у нас не лицей хороших мальчиков нас едут мужики под делу ну бывает так что человек не может расстаться со своей подругой хочет ехать с ней пожалуйста звоните по этому же номеру говорите с андреем условия то есть андрей может подыскать вам жилье то есть это надо сделать заранее чтобы это не было все в попыхах может подыскать вам жилье ну естественно девушка уже будет проживать за ваш счет то есть и жилье надо будет искать уже как бы отдельно чтобы вам было как бы на двоих правильно да чтобы было комфортно потому что мало ли что там понимаете ну почему может быть такое случится другим завидно станет так что да должно быть это отдельное жилье ну все мы люди все мы понимаем правильно люди едут все серьезные то есть не серьезный человек на учебу не приедет собрать такую сумму я думаю ради веселья ради гульбы ее потратить никому не стоит а вот сделать себе хороший новогодний подарок это самое то ну и на пасашок дядя толя нам расскажет анекдот дядя толя не специалист в этом деле но так для разрядки думаю сегодня будет рассказывать дядя оля ну и могу обрадовать кроме маечек в интернет-магазине перспективе будут конечно и покрасочный пистолет и всякая такая ерунда то есть посмотрим какие будут позиции но кое-что по малярки будет так что поддерживаем интернет-магазин и скоро будет я думаю намного интереснее всем привет из бреста или дать теле мост такой ну немножко новости появились еще по школе как то мы готовимся готовимся быстро андрей нашел отель фотографии я размещу то есть вы их будете сейчас видеть в отеле есть спальные места в отеле есть где приготовить покушать где в туалет сходить тоже есть и есть как ты говорил семейные места да потому что много вопросов было по можно ли женой приехать да значит сегодня я подписал договор сняты гостиницы в центре города гостиница очень хорошая вот будет удобно в принципе кто захочет по городу прогуляться смотри красоты рязани все доступно магазинчик и все есть рядом вот самое прикольное что мне понравилось через дорогу от отеля находится конференц-зал в котором будет проходить теоретические занятия да конференц-зал у нас большой на 60 человек со всем оборудованием с партами со студентами очень хороший современный оборудован телевидением там и так далее вот и смысл в том что я хотел бы еще вот с олегом и переговорили сделать доставку до sky motors когда будут проходить практически занятия когда когда мы будем уже учиться красить сами вот и будет трансферы то есть пока что когда люди живут в гостинице им буквально через дорожку перейти там конференц-зал там они получились а вот когда мы едем уже собираем группу едем на sky motors для того чтобы красить шпаклевать грунтовать практически занятия вот мы уже садимся на трансфер на некую по-русски маршрут и нас доставляет туда там мы спокойно учимся а потом за нами приезжают и мы едем обратно в гостиницу организованно то есть все должно быть организованно все будет организованно да тем более у нас может быть будет на две группы поделено это да то есть одна группа до обеда другая после обеда и возможно что мы будем поздно заканчивать и придя в гостиницу вы спокойно можете отварить себе пачку пельменей или еще что-то макароны все что угодно то что любит картошка есть там тарелки сковородки кухня достаточно большая там на всех хватит то есть есть даже гостиницы некий такой лоджи такая большая где можно отдохнуть балконы кто курит можно выйти покурить то сейчас там все устроено очень красиво и хорошо это конечно не пятизвездочный отель но тем не менее он находится центре города все красоты города вы тоже увидите кстати может быть один день выберем и мы все-таки посетим вот мы с тобой так и не съездили в Кремль мы так и не съездили не успели не успели съездить в Кремль вот обязательно да ездим с группой пофоткаемся у Кремля поснимаемся я думаю будет такой день выделим один обязательно да вот так что в принципе все хорошо вот хотел бы сказать что у нас уже 11 человек записано вот сейчас составляется договора Артур привет нам приезжает хотелось наверное нам с женой приехать вот есть кстати для женатых мужчин есть у нас там две комнаты вот но не более того либо это будет другая гостиница если прям все соберутся грубо говоря приехать с женами да с девушками своими никто не возбраняет это все приветствуется все здорово все мы люди тему человек поэтому живем как нужно вот поэтому как бы там две комнаты есть для скажем 7 до семейный помню они буквально там на 150 рублей там дороже чем обычная до комнаты но тем не менее девушка или жена будет все еще не стесняться вот поэтому если что ребята пока что две комнаты вот на Артура мы держим одну комнату да еще одна комната осталась еще вот мне сегодня звонил тоже человек он тоже хочет приехать не с женой но с девушкой но я думаю семейные нам помыть и без разницы он говорит просто я без нее никуда ну что ж никуда значит приезжай ничего страшно да то есть есть комната пожалуйста вот еще Артур тоже у нее сомнений потому что его партнер не помню как зовут Юра он говорит что если Артур не сможет из Америки вылететь как бы вовремя да потому что человек работает и так далее вот он пошлет там когда Юрия Юра с Украины да без девушки приедет Юра с Украины вот он без девушки приедет и соответственно эта комната освобождается может еще один человек не просто если заранее пошевелиться то есть мы по-любому найдем место конечно да просто заранее ребят предупреждайте мы будем суетиться искать для вас там да время осталось не так и много мы тоже у нас все готово договора договора ты уже приготовил договора будут готовы завтра да они сейчас у нас разработаны все договора но они ничего сложного ну это договора это да чисто да чтобы человек защищен и чувствовал что он будет у нас учиться там и так далее ну то есть все получат договора то есть я сейчас не буду рассказывать что там не будет ну кто-то учится а кто-то не учится да поэтому как бы все увидят те кто будет учиться они все увидят но это неважно и еще информация такая важная то есть у нас большая разница со временем то есть мы из Германии и с Америкой разговариваем разница бывает до 9 до 10 часов то есть звоним и по справкам обращаемся по телефону который указан вы видите подо мной звоним с 10 часов до 19 часов по московскому времени потому что бывает что Андрею звонят в 4 утра это как бы ему не совсем удобно да ребята еще те кто серьезно настроен на учебу то есть мы каждый вечер в 10 часов где-то 10 половин 11 выходим на связь с студентами которые едут которые едут да мы выходим мы с каждым мы разговариваем объясняем как что будет проходить и так далее поэтому спрашивайте наш скайп то есть мой скайп дальше я соединяю то есть мы все втроем сидим и разговариваем значит объясняем как что даете вопросы да можно задать вопросы и пообщаться еще важный момент да будет создана группа группа будут знать эту группу только те кто едет кто учился то есть кто составил договор и приезжает кто учился то есть будут они зачислены в группу эта группа будет либо в контакте либо на ютубе и постоянный контакт будет всегда то есть общение будут в группе между теми учениками кто отучился кто будет учиться то есть постоянный контакт будет такая будет ячейка учеников которые отучились в нашей школе ну вот в принципе то и все на сегодня Андрей мы с тобой еще пообщаемся а зрители мы пока на сегодня покинем анекдот падает наркоман с девятого этажа встает тряхивает извиняюсь за уражение народ собрался что такое что такое у мужика спрашивают что такое не знаю сам только подошел вот такой анекдот ну а на сегодня мы прощаемся всеми со всеми убери сигарету всем добра и бабла и бабла правильно всем